Нью-Йорк остался без света, метро остановилось, люди застряли в лифтах. Последние подробности. В Северной Каролине упал самолет, мы покажем кадры с места происшествия. Пропалестинские активисты перекрывают дороги в Манхэттене, в Коннектикуте подростки запускают в полицейских петарды и фейерверки. Жители Флориды готовятся к шторму, из Белого дома пропала очень важная папка с совершенно секретными документами. Кому Руди Джулиани по решению суда должен заплатить миллионы долларов. Результаты экспертизы показали, что актер Мэтью Перри умер от передозировки кетамина. А также самый популярный товар в Костка, загадочная болезнь у собак уже распространилась на 16 штатов. И новые обитатели появились в зоопарке Портленда в Орегоне. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вот и пятница наступила. Устраивайтесь поудобнее, новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале. Беру я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Итак, мы уже начали праздничный сезон на канале Бюро. Уже совсем скоро Рождество и Новый Год. Ну и предлагаю вам уже сейчас начать дегустировать традиционные блюда, которые окажутся у вас на праздничном столе. Но начнем мы, естественно, с икры. Наш партнер, компания Цар Кевер, объявляет об акции. Прямо сейчас с промокодом Бюро15 заказывайте красную или черную икру на сайте. Адрес вы видите внизу. И получайте 15% скидку на любую продукцию. Но знайте, что именно у этой компании самый огромный выбор черной икры в Америке. Ну и не важно, где вы живете. Даже на Аляску вам доставят икру уже на следующий день после заказа. Всю информацию вы также найдете в описании к этому видео. Итак, мы начинаем. В Северной Каролине, недалеко от города Эшвилл, произошла авиакатастрофа. Там прямо в нескольких метрах от шоссе упал частный самолет. Известно, что это был одномоторный самолет Diamond Day 40. После приземления произошел пожар и взрыв. Незадолго до приземления пилот сообщил диспетчеру о каких-то неисправностях. Что именно стало причиной падения самолета, еще придется выяснить. Двое человек, которые находились на борту, госпитализированы. Врачи сейчас борются за их жизнь. В Нью-Йорке произошла крупная авария в энергосистеме. Около 12 часов ночи в четверг произошел взрыв на подстанции в Бруклине. Жители окрестных домов увидели, что из здания пошел густой темный дым. Сразу после этого в энергосети Нью-Йорка произошел резкий скачок напряжения. Сработала автоматика и отключила электричество. Из-за этого во многих домах погас свет. Многие жители города застряли в лифтах. Также на какое-то время пропало напряжение в метро. Из-за этого пассажиры оказались заблокированы в вагонах. В эвакуации были задействованы десятки расчетов пожарной службы Нью-Йорка. Ну и мы будем следить за развитием ситуации. Другим новостям в Лос-Анджелесе дракой закончилась акция пропалестинских активистов. Демонстранты перекрыли одну из крупных магистралей города. Звучали уже привычные призывы к прекращению огня. Несколько десятков водителей попытались оттеснить активистов с дороги. На место инцидента прибыли около 20 патрульных машин. В итоге полиция оттеснила демонстрантов с шоссе. 75 активистов были задержаны. Ну вообще акции пропалестинских активистов проходят во многих городах США. И в Детройте, Филадельфии, Нью-Йорке. И почти везде участники акции нарушают общественный порядок. Так в Манхэттене протестующие даже перекрыли дорогу. Акция прошла у здания ООН. Сразу после того, как Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за требование прекратить огонь в секторе газа. Ну, однако вот США были против. Именно поэтому более 200 человек решили выйти на улицу. Полицейским пришлось задержать несколько пропалестинских активистов. Ну и, как обычно, им выдали повестки в суд, а затем отпустили на свободу. В Коннектикуте сразу в нескольких городах подростки устраивают атаки на полицейских. По данным департамента полиции, в больницу были доставлены как минимум двое сотрудников. Эти кадры были сняты в городе Милфорд. На записи видно, как десятки подростков запускают в полицейских фейерверки и петарды. Ну, а позже один из правонарушителей набросился на полицейского с кулаками. Ну, а началось все в городе Шелтон. Там незаконную стоянку на автомобилях устроили полтысячи молодых людей. Они заблокировали несколько улиц и дорог. Полицейские начали выписывать водителям штрафы. Ну, а в ответ нарушители запустили в сотрудников петарды. Известно, что среди подозреваемых оказались подростки из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вермонта. Толпа оказала сопротивление полиции в городах Нордхевен, Ориндж, Дерби, Милфорд и Шелтон. Ну, вот интересно, что по официальной информации никто из подростков не был задержан. От себя скажу, что еще три года назад я жил в Гарлеме, и там подростки в праздничный сезон творили, что хотели. Круглосуточно за окном они взрывали петарды и запускали фейерверки. Их вообще не волновало, что таким образом они подвергают опасности людей. Тогда же я несколько раз жаловался участковым района Вашингтон-Хайтс. Полицейские даже приезжали к моему дому, но после предупреждения они сразу же уезжали уже на следующий вызов. Жителям Флориды стоит готовиться к очередному шторму, который, по прогнозам синоптиков, накроет побережье уже в эти выходные. Со стороны Мексиканского залива в сторону Флориды движется тропический шторм, который принесет с собой сильный дождь и порывистый ветер. Ну, а эти кадры, кстати, были сделаны три месяца назад. Но вот власти предупреждают жителей, что уже в субботу некоторые южные районы штата могут столкнуться с наводнениями. Скорость ветра будет достигать примерно 20 метров в секунду. Добавлю, что шторм будет двигаться на север, то есть вглубь страны. Поэтому, вероятнее всего, ближе к концу выходных или в начале недели дожди накроют некоторые другие районы восточного побережья. В США резко растет заболеваемость коронавирусом. Об этом говорят в CDC. Ведомство выпустило предписание для врачей по всей стране активизировать вакцинацию населения. Врачи по всей стране будут подробно разговаривать с пациентами и рекомендовать пройти вакцинацию бустерами от коронавируса. За последний месяц США в два раза выросло число заболевших гриппом. На 50% выросла заболеваемость коронавирусом. По последним данным, в США только 17% взрослых американцев получили новую дозу вакцины от коронавируса. Врачи также рекомендуют поставить прививку и от гриппа. Сенат США обсуждает жесткие ограничения на южной границе США. Речь идет о введении лимита для соискателей политического убежища. Он будет установлен на уровне 5000 человек в день. Это одна из идей, которая сейчас рассматривается в Сенате. Напомню, что именно из-за миграционного кризиса республиканцы заблокировали помощь Украине на 60 миллиардов долларов. Республиканцы требуют конкретных и жестких мер для того, чтобы справиться с потоком нелегальных иммигрантов. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что уже начались консультации. Сенат даже не стал уходить на рождественские каникулы и продолжает работу. Если на следующей неделе удастся найти компромисс, то из отпуска отзовут членов Палаты представителей для утверждения этого законопроекта. Новый скандал вокруг секретных документов Дональда Трампа. Телеканал CNN утверждает, что из Белого дома пропал очень важный документ с совершенно секретными материалами. Это случилось в конце президентского срока Дональда Трампа. В папке были данные разведки о российских агентах, их источниках, ну а также их методы работы. Эти документы были настолько секретными, что доступ к ним имели только чиновники с высшим уровнем допуска. Папка хранилась в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли, ну и выносить ее оттуда было запрещено. Пакет документов привезли в Белый дом по личному приказу Трампа. И больше папку никто не видел. Ну а бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Трампа Руди Джулиани обязан будет выплатить сотрудницам избиркома 148 миллионов долларов. Это наказание по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии. Напомню, еще в 2020 году Джулиани обвинял двух сотрудниц избирательной комиссии в округе Фултон в Джорджии фальсификации на выборах. Не успокоился экс-мэр Нью-Йорка даже после того, как было доказано, что видео якобы фальсификации было смонтировано. Ну вот теперь сотрудницы избирательной комиссии через суд доказали свою правду, и они должны получить от Руди Джулиани почти 150 миллионов долларов в качестве компенсации. Другим темам, General Motors сокращает почти полторы тысячи сотрудников на заводах в Мичигане. Такое решение в компании приняли из-за сокращения производства. В этом году General Motors перестанет выпускать модель Chevrolet Bolt. Последний автомобиль выйдет с конвейера 18 декабря. Ну а уже с января начнутся сокращения. При этом производство будет переформатировано для электромобилей. Об этом сообщают в руководстве компании. Больше половины жителей Портланда в штате Орегон хотят покинуть этот город. Опрос, проведенный профсоюзом полиции, показал, что больше половины жителей Портланда переехали бы в другое место, если бы им представилась такая возможность. Главная причина такого желания – высокий уровень преступности в городе. Власти Портланда сократили финансирование полиции, поэтому некоторые жители города ради собственной безопасности даже покупают роботов-охранников. Ну вот если вы нас смотрите в Орегоне, пожалуйста, напишите в комментариях, действительно ли у вас все так плохо с уровнем преступности. Скандал в Нью-Йорке. Жильцам дома в Манхэттене пришлось убраться на улицу по распоряжению мэрии. Теперь люди вынуждены ночевать в приюте. Речь идет о жильцах дома на 14 улице. Это обычный пятиэтажный дом довоенной постройки. Рядом с ним сейчас возводят небоскреб. И вот в конце ноября инспекторы департамента жилищного строительства пришли к жителям пятиэтажки и приказали в течение нескольких часов полностью освободить квартиры. Власти заявили, что из-за стройки в доме произошли структурные изменения и находиться там небезопасно. Теперь жильцы этого дома вынуждены ночевать в приютах. Некоторые жильцы сегодня устроили акцию протеста у здания мэрии. Они требуют от городских властей провести реконструкцию здания и сделать его пригодным для жилья. Сами жильцы утверждают, что их здание было в хорошем состоянии. Но застройщики небоскреба постарались сделать все, чтобы довести дом до аварийного состояния. Ну и теперь ставят вопрос вообще о сносе здания. Сейчас власти города ввели временный запрет на строительные работы. Врачи объявили причину смерти известного актера Мэтью Перри, который умер в конце ноября. Как следует из заключения судмедэкспертизы, проведенной в Лос-Анджелесе, звезда сериала «Друзья» умер от передозировки китамина. Тело Мэтью Перри, известного по своей роли Чендлером в сериале «Друзья», нашли в джакузи в собственном доме в Калифорнии. 54-летний Перри не раз признавался в том, что имеет проблемы с алкоголем и наркотиками, но в последнее время говорил, что пытается избавиться от этой зависимости. Важная информация. Если вы столкнулись с мошенничеством в Америке, то теперь на русском языке вы можете рассказать об этом сотрудникам Федеральной торговой комиссии. Номер телефона сейчас вы видите на своих экранах. Правда, не знаю почему, но такая услуга будет действовать временно, до 17 января 2024 года. В общем, если вы столкнулись с любого рода мошенниками, с кражей личных данных или стали жертвой финансовой пирамиды, обращайтесь в эту комиссию. Дополнительную информацию мы оставим в описании к этому видео. Два миллиона дорожных утюгов отзывают США. Речь идет об устройствах бренда SteamFest. Комиссия по безопасности потребительских товаров получила множество жалоб от покупателей. Они сообщили об ожогах, поражении электричеством, ну и других проблемах. Но вот в некоторых случаях утюги загорелись. В общей сложности производитель утюгов получил более 70 жалоб. Теперь всю партию просто отзывают. Ну вот еще накануне я рассказывал о том, как кража посылок в США стала настоящей проблемой. И вот во Флориде задержали одну такую преступницу. 32-летняя женщина попала на запись камеры видеонаблюдения в тот момент, когда воровала с крыльца посылки от Amazon. Ее удалось в итоге задержать. На допросе женщина рассказала, что планировала выставить похищенное на продажу и заработать перед Рождеством. Самое интересное, что женщина тщательно продумала преступление. Она нашла грузовик с доставкой Amazon и некоторое время выслеживала его. Ну а когда попался подходящий момент, украла несколько посылок. Сегодня у жителя Нью-Йорка был последний шанс переоформить медстраховку, чтобы уже с 1 января 2024 года она продолжала действовать. Ну вот что делать, если вы не знали и пропустили дедлайн? Об этом не только поговорим прямо сейчас. К нам присоединяется брокер по медстрахованию компании Health Brokers Евгений Шеремета. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что нашли время. Итак, вы слышали об этой новости, наверняка вам сегодня звонили. Да, вы обсуждали с коллегами. Что делать в такой ситуации, если вот ты пропустил дедлайн? Да, смотрите, в такой ситуации желательно обратиться к вашему брокеру. Если ваш брокер по какой-то причине не отвечает в данный момент, обращайтесь к нам. От случая от случая, в принципе, можно изменить что-то, можно посмотреть case to case и всё-таки сделать страховку ещё с 1 января. Но, если вы уже пропустили вот эту дату, это, в принципе, не очень хорошо. Это означает, что, скорее всего, вы не сможете получить в большинстве случаев страховку на январь, и у вас будет месяц перерыва. В любом случае, обращайтесь к нам, мы посмотрим ваш кейс, и, возможно, сможем помочь. Сделаем всё возможное. Да, Евгений, я понял. А если всё-таки вот до конца года, да, уходящего к вам обратиться, то с 1 февраля можно оформить, правильно? Да, конечно. Но тут один маленький нюанс и очень хорошая, в принципе, новость. Если человек обращается первый раз за страховкой, то, вне зависимости от того, в какой день месяц её открыли, если это Essential Plan 1, 2, 3 или 4, как раз те программы, которые больше всего подходят нашим новым иммигрантам, такая страховка будет работать с 1 числа декабря. То есть, если вы обратитесь ещё сейчас, в декабре, мы сможем вам помочь сделать так, чтобы страховка у вас работала уже с 1 декабря. То есть, получается, время назад отлетает. Да, да, это будет backdated. То есть, да, это будет backdated страховка. Займёт несколько недель, неделя-две, чтобы пришла карточка, но она у вас будет уже активной. Спасибо огромное, Евгений. Ещё появилась одна новость, раз вы сегодня с нами, хотел обсудить её. Вот пожилые жители Нью-Йорка теперь могут оформить страховку через Marketplace. Что это значит? Как было до этого и как будет теперь? И хорошая это новость или не очень? Да, это очень хорошая новость, Денис. Её очень все, в принципе, ждали, потому что до этого тем людям, которым исполнилось 65 лет, страховку Marketplace не оформлял. Там были некоторые исключения, но в основном всех, кто был малоимущий и подходил под программу Medicaid, их отсылали подавать через Local Department of Social Services, так ещё называют HRA в народе, Human Resource Administration. Значит, теперь все эти люди смогут подавать на страховку через Marketplace. Это очень облегчает процесс подачи на страховку, увеличиваются шансы её получить. То есть да, это очень хорошая новость, мы очень этому рады. Спасибо огромное. Вот в прошлый раз, когда мы с вами виделись, нам задавали вопросы. Я вот пообещал, что обязательно отвечу на вопрос Людмилы. Она спрашивает про Medicare до 7 декабря, она не успела оформить эту страховку. Что сейчас делать, что бы вы посоветовали, могли бы вы сказать? И наверняка многие наши подписчики с этим столкнулись. Да, конечно. До 7 декабря это назывался Annual Enrollment Period. То есть в этот момент все желающие, у кого есть Medicare, кто только что его получил или уже получал Medicare, до этого могли выбрать новый план, сменить план, подписаться на новую страховку. Но сегодня у нас вечер хороших новостей. И поэтому даже после 7 декабря, то есть правительство, государство, Medicare программа разрешила людям, которые боялись выйти на улицы из-за того, что в Нью-Йорке сейчас опасная ситуация. Это называется Gun Violence, Special Enrollment Period. И это означает, что в принципе многие желающие, которые не успели по какой-то причине, могут воспользоваться этим правом и все-таки оформить страховку до конца года с тем условием, что она начнет работать с 1 января. Да, действительно, очень хорошая новость на самом деле. Вот таких новостей ждут наши подписчики, и что задним числом будет работать страховка, вот эти основные планы, о которых вы до этого говорили. И вот хорошая новость. Ну и последний, наверное, вопрос, он касается тех, кто приехал недавно в страну, оказался в Нью-Йорке, речь идет о новых эмигрантах. Скажите, какая ситуация, есть ли какие-то глобально очень важные новости, которые касаются медстраховки для эмигрантов, у которых практически нет документов сейчас? Да, тут тоже, в принципе, довольно хорошие новости. Если человек приезжает, например, по программе U4U, или он подает на политическое убежище при пересечении границы, то ли нашей южной границы, то ли он приезжает через Нью-Йорк, либо другой порт of entry, значит, для того, чтобы подать на страховку, достаточно паспорта, загранпаспорта этого человека, а также документа I-94. Это форма, которую вам выдают, когда вы въезжаете в страну, либо вы можете распечатать ее на сайте USCIS. То есть этот документ уже подтверждает легальность вашего нахождения на данный момент в стране. Если же такой формы нет, и человек просто подавал на политическое убежище, то есть при пересечении границы через Мексику, там тоже выдается определенный документ, определенная форма, которую мы можем загрузить в его кейс через Marketplace, и это позволит человеку получать страховку целый год, а не какую-то определенную на короткий период. То есть это одно из больших изменений для иммигрантов, это очень хорошее изменение. Да-да-да, и очень важно об этом знать. Хорошо, что вы про это сегодня рассказали. Если у кого-то есть дополнительные вопросы по медстрахованию в Америке, задавайте их в ленте комментариев к этому видео или обращайтесь к Евгению. Лично также можете написать нам на почту, электронный адрес вы знаете, почта редакции YouTube-канала Бюро. Мы всегда ее оставляем тоже под видео под каждым выпуском. Огромное спасибо брокер по медстрахованию компании Health Brokers был вместе с нами сегодня Евгений Шеремета. Я вас благодарю. Хороших выходных вам. Вам тоже, Денис, спасибо. Хороших выходных. Счастливо. Я очень надеюсь, что наши подписчики и зрители получают ценную и важную, а также полезную информацию, поэтому всех прошу поставить лайк этому видео, а мы продолжаем. Ну а теперь новость, которая меня сегодня просто поразила. Знаете, какой товар самый популярный в Костка? Нет, это не курочка-гриль. Золотые слитки. Вот за что американцы готовы оставлять тысячи долларов. В отчете за третий квартал этого года финансовый директор Костка заявил, что компания продала золотых слитков на 100 миллионов долларов. Речь идет о небольших слитках весом в одну унцию. Их цена доходит до 2000 долларов. Слитки изготовлены в Южной Африке, золото в 24 карата. Их можно купить только онлайн, и возврату они не подлежат. Если вы когда-то такие покупки совершали, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Где Навальный? Этот вопрос уже больше недели задают сторонники российского оппозиционного политика по всему миру. Уже больше недели про Алексея Навального ничего не известно. Что с ним, никто не знает. Напомню, что Навальный отбывает наказание в российской тюрьме, однако адвокаты сейчас не могут с ним связаться. Акция в поддержку Алексея Навального прошла и в Нью-Йорке. У здания Генконсульства России в Манхэттене собрались активисты. В руках они держали плакаты с надписями «Где Навальный?» и «Россия без Путина». Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился в Комитет ООН по правам человека с просьбой принять срочные меры в отношении его похищения и потребовать у Российской Федерации предоставить сведения о его местонахождении, жизни и здоровье. Но вот по традиции на акцию никто из сотрудников Консульства России так и не отреагировал. «Фри Навальный нау!» «Фри Навальный нау!» Если вы живете в Бруклине или случайно оказались здесь, в русскоязычном районе Брайтон-Бич и захотели что-то перекусить, то загляните в новое место под названием «Мит Вайс Мит». Да, добрый день. Будьте добры мне шаверму на лаваше куриную. Я знаю, что вы еще соки делаете, да, свежую? Да, точно. Гранатовый, самый витаминный. Конечно. Спасибо большое. Не прошло и пяти минут, и моя шаверма готова. Ну что, давайте попробуем. Это реально вкусно. Не потому, что я голодный. А это заготовочный цех. Здесь все делают вручную. Лепят племени и вареники. Вот так вот выглядит самый лучший фалафель. Но и как же без десерта. А еще в «Мит Вайс Мит» можно попробовать разные салаты и супы, кебаб, роллы с лобстерами и многое другое. Так что приходите сами и приводите своих друзей. «Мит Вайс Мит» работает каждый день с 10 утра до 10 вечера. Ассоциация ветеринаров США заявила, что загадочная болезнь у собак уже распространилась на 16 штатов. Ветеринара называют странный недуг комплексом атипичных инфекционных заболеваний. В 16 штатах неизвестный пока вирус подхватили сотни собак. Только в одном Орегоне зарегистрировано 200 случаев заболевания. Один из главных симптомов болезни – это трахеобронхит, вызывающий сильный кашель, чихание, насморк у собак. Бронхит может длиться от 6 до 8 недель. Лечение болезни пока не существует, так как причина заболевания еще неизвестна. Специалисты советуют вовремя делать собакам прививки, давать им больше воды. Ну а в случае ухудшения состояния обязательно обращаться к ветеринарам. В Нью-Джерси на железнодорожной станции сотрудники транспортного департамента охотились за быком. В итоге даже поезда до Нью-Йорка пришлось задержать на 45 минут. Но вот уже через полчаса вот этого техасского быка все-таки поймали, но и дали ему сильное успокоительное. Животное отвезли в приют. Предположительно, бык сбежал с местной бойни. Владелец приюта назвал его Рикардо в честь полицейского, который помог доставить животное в безопасное для него место. Ну вот, пользуясь этой новостью, передаю привет всем нашим подписчикам из Нью-Джерси. Ну а в Портленде, в штате Орегон, в местном зоопарке пополнение. Туда привезли двух медвежат, которые остались без мамы. Тимбер и Торн, конечно, выглядят уже совсем немаленькими, но все равно сейчас им нужен особый уход. Известно, что пару медвежат нашли на Аляске и там приняли решение, что лучшим местом для них станет зоопарк в Портленде. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы собираетесь провести ближайшие выходные. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо за лайки. Увидимся. Увидимся.